Духовный центр имени пророка Иссы уже несколько лет, как стал самым ожидаемым проектом верующих республики. С некоторых пор строительство ведется активными темпами, исключительно за счет пожертвований неравнодушных людей. Но любое благое дело не проходит без трудностей. В связи с этим в Национальной библиотеке Махачкалы был проведен круглый стол, где представители попечительского совета Духовного центра обсудили насущные проблемы с журналистами и общественными деятелями. Абдулла Алиев подробнее. Здесь будет огромная мечеть, раскинутые вокруг зеленые насаждения, парк, места для прогулки и многое другое, что обещает привлечь дагестанцев к частному посещению этого места. Изюминкой станет аллея, которая будет носить имя всемирно известного поэта Расула Гамзатова. Она будет проходить от Духовного центра до берега Каспийского моря длиною более километра. Но есть те, кому будущие перспективы красочного проекта не так уж и интересны. Объявились некие хозяева, чьи земли пересекаются с аллеей. Когда мы начали работу по дренажную канализацию, канализацию начали проводить. До этого не появлявшиеся участки появились. Они говорят, вот это наши участки. Если они законны, это вопрос. Если они законны, если они доказывают, что это законно, тогда можно было бы вообще разговаривать о том, что их надо компенсировать. Если там дорога должна быть, то это должна администрация компенсировать, кто-то должен компенсировать. Если они незаконные, тогда надо решать вопрос узаканивания этой всей территории. Мы 4-5 лет боремся, просим администрацию этот вопрос решить. Говоря о новоявленных владельцах земель в районе духовного центра, соседи, проживающие в том же районе, намекают на их желание легко нажиться. С началом строительства центра цены на земли вокруг значительно поднялись. И для кого-то это стало шансом сорвать неплохой куш от продажи земли. Как только они начинают работу, они появляются там. Которые ставят туда ЧОПы, чтобы никто туда нанесли на их территорию. Они не могут продолжить стройку, потому что там нету ни единии. Чтобы соединиться к канализации сбросов, ничего не дают практически делать. Ни с ними не встретиться, ни поговорить. Сегодня одна цена у них завтра, другая цена, пользу завтра еще какая-то цена. Идет как бы, кто должен это купить. Если дагестанцы строят себе парк, почему один дагестанец должен платить второму дагестанцу? Участникам стола был предложен ряд способов решения проблемы, необходимость ввести незаконности оформления документов на право владения землями на территории будущей аллеи. Работникам региональных СМИ было сделано предложение помочь довести эту проблему до правительства, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию. Явные признаки есть того, что эти документы, если не сфабрикованы, то выданы значительно позже. Как так может быть вот такая вот цепочка и не востребован ни один участок? 20 лет. Да, 20 лет, никто ничего не построил там, никто ничего не сделал, хотя рядом мы видим тоже также выданные какие-то участки, там мы наблюдаем строение и так далее и тому подобное. Я считаю, очень правильной идеей, что созвали тут блогеров и журналистов, мы со своей стороны всяческую помощь будем пропагандировать, будем писать, будем поддерживать за эту идею. Короче, это будет своего рода визитная карточка Дагестана в Духовный Центр. То есть, цивилизованное лицо Дагестана, это будет местом паломничества для гостей, это будет местом отдыха. Послам представителей Духовного Центра в документах, предъявляемых со стороны претендующих на земли на территории аллеи, имеются ряд пунктов, вызывающих сомнения. Поэтому они надеются на разбирательство правовых структур в этом вопросе. Абдулла Алиб, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.